заходите вы значит вечером в ресторан или кафе с любимым человеком или с веселой и шумной компании друзей и заказали себе еду вина пиво коньячку ну или морковный сок в общем кто что любит официант пошел другому столику и все в ожидании своего заказа полезли в телефоны но вы-то человек творческий вам не имеется вы начинаете искать глазами какой-то сюжет находите его щелкайте на телефон или камеру и уже потом по стечении одного или несколько дней начинаете обрабатывать часто это просто улетает в урну так и не найдя своего зрителя но давайте мы с вами вдохнем в такой снимок жизни обработаем вот такую вечернюю атмосферную фотографию и если вдруг у вас нет похожего снимка вы можете скачать мой по ссылке под видео и попрактиковаться в обработке под это видео вместе со мной в общем приступим итак друзья давайте первым делом что мы с вами сделаем это наверное сделаем кроп и выровняем фотографию сделаю я свободное трансформирование поправлю горизонт ориентируясь на стол и вот виднеющийся дорогу за автомобилем теперь уберу все лишнее из кадра внизу эти блики мне очень хочется оставить все отлично двигаемся дальше итак друзья когда вы фотографируете вечернюю фотографию особенно в помещении то как правило телефон или ваш фотоаппарат просто сходит с ума из-за баланса белого фотографии таких случаях как правило получается желтая и первым делом я вот с такой фотографии начинаю обрабатывать именно баланс белого я подбираю такой баланс чтобы именно белый цвет вот в данном случае автомобиль был у меня красивый приятный не имел ни холодных не теплых оттенков и так давайте посмотрим вот сюда я увожу фотография получается сильно холодная видите она такая вся голубоватая а суда слишком теплая вот мы подберем такое значение при котором у нас фотография скажем так станет нейтрально и смотрим на белый цвет чтобы он у нас не был грязненьким можно конечно взять пипетку и потыкать ей в белый либо в серый цвет ну вот кстати почему бы нет вот очень удачный вариант это как раз один из лайфхаков из курса lightroom от адая возвращаем назад пипеточку теперь давайте подготовим нашу фотографию для тонирования сейчас мы сделаем с вами бледную некрасивую картинку ослабляю контраст до минус 50 увожу цвета где-то примерно на минус 75 тени слегка подниму плюс 38 точку белого тоже уведу влево минус 45 точку черного подниму получилось вот такая некрасивая невзрачная и белесая картинка и теперь мы будем работать с вами с кривыми и так заходим в кривые выбираем кривую rgb она обозначена у нас белым цветом зажимаем кнопку alt и выгибаем вот эту вот точку вниз середину поднимаем вверх это у нас средние тона но не до конца я люблю чтобы у меня средние тона были такие немножко угрюмые для того чтобы вернуть контраст фотографии точку в средних светлых тонах я подниму вверх а точку белого немного опущу теперь точку черного я приподниму вверх чтобы сделать красивые матовые тени и точку между черным и средним участком вот эту посередине я опущу немного вниз теперь я выберу еще точку одну вот здесь вот чуть чуть пониже средней точке это же уведу ее вниз и вот я уже практически получил достаточно неплохую кинематографичную картинку давайте посмотрим мы нажмем на слэш было стало было стало отлично теперь друзья давайте мы немножко подрегулируем базовые настроечки сделаем фотографию чуть чуть посветлее так пожалуй будет достаточно теперь идем в панели чисел color нам нужно будет сделать цвета такие чтобы они стали вкусные и приятные я как правило делаю красный слегка потеплее просто на все увожу ползунок немного вправо если в кадре есть человек конечно же нужно смотреть на цвет кожи человека если человека нет вы в принципе можете экспериментировать как хотите главное не перегнуть палку чтобы эти все цвета у вас не светились ярким пламенем оранжевые вводим влево вот видите это вот шторочка свет такой красный розовый нам конечно не нужен мы просто добавим в оранжевый слегка персиковых оттенков желтый я тоже уведу немного влево зеленый цвет у меня очень холодные смотрится как мне кажется не очень красиво в этом случае я зеленый тоже сделаю потеплее уведу ему в сторону желтого где-то на минус 50 аквамарин мы увидим 100 у синего на плюс 35 а синий я уведу влево примерно на 10 обращаю внимание на синий цвет который у меня в некоторых местах есть я хочу чтобы он был такой слегка аквамариновый заодно мы вместе приблизили аквамарин и синий сделали его одним цветом немного влево я подвину фиолетовые оттенки где-то на минус 20 и пурпурную виду вправо примерно ну где-то на плюс 20 теперь у нас панелька насыщенность и так давайте для понимания вся грязь вечерней фотографии ну и не только в общем-то вечерний содержится всего в нескольких цветах это желтый оранжевый и как ни странно вам бы это слышалось это синий вот смотрите если я в насыщенности уберу вот эти три цвета то ваша фотография стала вот такая вот нейтральная теперь давайте мы будем возвращать потихоньку этот свет 7 пожалуй я сделаю на минус 21 оранжевый минус 29 желтый сильно прибавлять не буду пусть он у меня будет минус 62 зеленый зеленый как мне кажется здесь вносит некую дисгармонию поэтому я его немножко прижму на минус 60 я думаю будет достаточно остался от зеленого легкий намек мне этого хватит немножко прижмем фиолетовый пурпурный примерно до уровня минус 55 синий мы уже поправили корректировать не будем теперь яркость друзья и вот обращаю ваше внимание на то что синий цвет он не только дает нам грязь да но он и дает нам также чистоту смотрите если оси не буду осветлять увожу ползунок вправо то у нас белый автомобиль фонарики становятся более яркими более чистыми это наверно слишком много давайте чуть-чуть прижмем на плюс 23 я думаю будет достаточно так давайте сделаем теперь небольшую виньетку кликнем удалить хроматические аберрации трансформация нам не нужно виньетка добавим небольшую виньетку теперь давайте поработаем с кривыми в каналах для этого переходим в красный канал зажимаем кнопочку alt берем вот эту кнопку которая находится в средних темных тонах двигаем ее вниз среднюю точку возвращаем на ее родное место и вот мы получили вот такую вот зелененькую ценовую картинку теперь переходим в зеленый цвет в зеленый канал и двигаем ту же самую точку вниз и теперь наша фотография еще и впитала в себя немного фиолетового цвета и теперь давайте мы перейдем в синий канал добавим немножко суда теплоты для этого мы также ту же самую точку при зажатой кнопочки alt подвинем немного вниз среднюю подвинем на место и теперь давайте мы немножко поиграем ся вот этими точками по балансируем ими и найдем такое сочетание при котором у нас будет чистенький серый цвет чистенький белый цвет пожалуй это вот такое вот значение так теперь вернемся в базовые настройки добавим немножко текстурки добавим чуть-чуть четкости насыщенность я уберу на минус 25 сочность прибавлю на плюс 30 немножко приберу тени влево до значения плюс 39 теперь друзья мы идем в раздельное тонирование здесь много гадать не буду я применю свою любимую универсальную схему цветовой тон я выставлю 190 насыщенность поставлю 5 это у нас были тени а в светах я тон сделаю 37 и насыщенно сделаю 12 почему бы нет теперь друзья переходим самый верх и последним стрихом давайте все-таки мы поиграем еще немного с температурой я эту фотографию пожалуй сделаю чуть чуть теплее ну вот пожалуй все такие оттенки мне нравятся больше такая получилась мягкая кинематографичная картинка если вы любите посочнее вам необходимо будет добавить но немножко насыщенности если вы любите по контрастнее не нужно крутить контраст перейдите в rgb и опустите вот эту нижнюю часть кривой еще немного ниже и вы получите более глубокий сильный контраст но смотрите чтобы ваши теневые участки не провалились совсем в темноту все таки информация в них должна читаться и так давайте посмотрим какой результат у нас был до обработки фотографий и что мы получили после по моему очень неплохой приятный результат а на этом друзья все если не подписаны обязательно подпишитесь чтобы получать призы подарки уведомления о новых интересных и полезных уроках заходите в телеграм-канал в instagram там тоже бывает много чего интересного и полезного ссылочки будут в описании под видео желаю вам творческих высот всем пока и до новых встреч удачи удачи удачи